Многосторонний автомобильный пункт пропуска Адлер был открыт после реконструкции в марте прошлого года. Его пропускная способность стала в разы больше. Поток транспорта и пешеходов разделен по двум направлениям. Для грузовых, легковых машин и автобусов предусмотрены отдельные полосы. Что касается пассажиров, то досмотр они проходят через так называемые красные и зеленые коридоры. Для комфорта пересечения территории двух государств федеральным агентом Росграница был построен новый пешеходный терминал. Пешеходный терминал МАП Адлер был введен в эксплуатацию 12 августа. За это время паспортный контроль уже прошли свыше 400 тысяч человек в оба направления. В разгар сезона в сутки пограничники пропускают до 45 тысяч лиц, пересекающих границу. Конец августа – время окончания отпусков и школьных каникул. Пограничники работают по максимуму. В пешеходном терминале обустроены 28 кабин паспортного контроля. Из них две, находящиеся в обоих направлениях, предназначенные для маломобильных групп населения. Данный современный терминал отвечает всем требованиям, которые предусмотрены для пунктов пропуска. Позволяет лицам, пересекающим государственную границу в данном пешеходном терминале комфортно себя чувствовать. Здесь есть система кондиционирования и элементарные условия для лиц, пересекающих государственную границу. В целом, лица, пересекающие государственную границу, довольны. Процесс проверки документов и осмотра транспорта не занимает более трех минут. Денис Фомушкин с дочерью Василисой возвращается после отдыха в Абхазии домой, в Челябинск. Через новый пешеходный терминал они прошли впервые и сразу по достоинству оценили работу пограничников. «Вообще никаких проблем. Очень здорово. В этом плане организована служба пограничная. То есть вообще никаких проблем для территории обеих, для народа обеих республик и государств». Только в июле многосторонним автомобильным пунктом пропуска Адлер было пропущено свыше миллиона человек. Таких показателей не было зафиксировано за последние 10 лет. Для плодотворной работы в курортный сезон были привлечены специалисты пограничного контроля из Южного федерального округа. А уже с начала августа через границу в оба направления прошло порядка 900 тысяч человек и 104 тысячи транспортных средств. И, судя по таким данным, к работе в период проведения зимних игр пограничники готовы.